Приветствую вас, Нина. Давайте разберем вопрос, по которому видают. Ну, в первую очередь, наверное, хочется сказать, да, вот то, что вы вроде как спрашиваете, и вот вы спрашиваете, как быть, значит, ну, как быть с любым вы спрашиваете. Ну, вроде бы, как я вас, в принципе, понимаю. Но, честно говоря, не очень понятно, как быть, чтобы что. Да. Нина, на, она. Как я... Cut old finger? Клюха. Ну, что бы. Щ, по карактерии. Сто бы карактерии жемить в нем, как я уже там просто убедилась. Если цели нет, то и как быть с человеком тоже не совсем, мягко-то говоря, понятно. Если цели нет, то как быть с человеком, понимаете? Если нет цели, если нет какого-то ориентира. И это, ну вот, собственно, к вам это такой вот первый, наверное, вопрос, самый главный вопрос к вам. Вот такой вопрос. Дальше. Значит, ну по общему правилу можно сказать, что когда женщина встречается с женатым мужчиной, то у нее, как правило, есть трудности. С женатым, как правило, это, ну, как правило, как правило есть такие трудности. И, соответственно, у вас, скорее всего, ну, такие же, вот, наверное, трудности есть. С женатым. С женатым. С женатым. Вот. То есть вот, ну, именно, именно вот что проблематика такая вот. С женатым, что вы можете позволить себе быть не единственной для мужчины для своего. Вы можете себе это позволить. Спасибо. И, ну, мне кажется, что это первый вопрос, вот, на который вам нужно найти ответ себе, у себя, для себя. Ну, вот, первый такой важный момент, потому что вы каким-то образом вкупили в отношениях с женатым мужчиной. Тоже на что-то, почему-то и так далее. У вас, сука, по тому, что вы пишете, есть, значит, ну, в какой-то степени чувство вины. Перед его женой и ребенком, что из-за вас, может быть, вырастанут. Вот. 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 Из-за вас они расстанутся. Вот. Я, я ставят, а, ребенка одного, грубо говоря. Тут же есть некая жертвенность, что вот, мужчина не отказался от нее и меня не отпустил. Но это перенос ответственности, потому что, простите, а с чего человеку вас отпускать? То есть, зачем ему вас отпускать? А почему человек вообще должен вас отпускать? Как бы, если вы сами, в принципе, можете отновы уйти, если вы сами, в принципе, способны уйти? Зачем человеку вас отпускать? То есть, вот, понимаете, как бы, суть в том, что вы, как будто, вот, сами, да, не можете поступить каким-то образом. Вы, как будто, сами не можете, ну, совершить поступки какие-то, как будто. Вы, как будто, сами не можете решить что-то для себя. То есть, как будто вы сами не можете взять решение в свои руки, ну, грубо говоря. Вот. И если это так, если это действительно так, то это довольно большая проблема. Вот. Потому что, в таком случае можно говорить о некой зависимости, ну, вашей зависимости от, ну, от него. Вот. 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 И вопрос заключается в том, то ли, то ли это, чего вы хотите для тебя. Вот. Потому что я не знаю, чего вы хотите. Ага. Следующее. Отношения, которые вы описываете, могут называться созависными. Ага. Потому что вы сами, ну, как таковых, решения не принимаете. По сути. За себя. За свои действия и так далее. Не принимаете этих решений. Ага. И, соответственно, я, ну, полагаю, что, поскольку личной ответственности вас нет, то воля-неволе, ну, как-то вот приходится, приходится на кого-то эту ответственность предлагать. И ответственность предлагается, конечно, конечно, на мужчину, который должен о вас что-то решить. Вот. Ну, при этом вы не забывайте о том, что в отношениях, как таковые, вы выступили уже будучи, ну, уже будучи нуждающимся, уже будучи зависимыми. А мужчина выступил в отношениях с вами, уже будучи, будучи женатым. И сразу от своей жены он не отказался. Значит, он от нее не откажется, он не разведется. И сочетство жизни перед ребенком и так далее. При том, что, к моему большому сожалению, на самого ребенка ему не сказать, чтобы было не плевать, потому что оставаться в семье только ради ребенка, это значит очень серьезно вредно носить именно ребенку. Вот. Вот. Поэтому, если вам решать, какого морального уровня человек, которым вы находитесь в отношениях, в отношениях, вот, и чего этого человека ждать. То, что вы ездили в Дубай, то, чтобы познакомиться с вашей мамой, ну, лично для меня, лично это не значит вообще ничего. Я не знаю, с какой целью вы написали это, для чего вы это написали, а чего вы хотели этим показать. Вот. Может быть, вы хотели таким образом показать, что человек, ну, что человек нуждается в вас. Может быть, вы таким образом хотели показать, что он серьезный, а к вам относится, но нет. 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 К сожалению, нет. Это неотказатель. От того, что он вам относится, к сожалению. Вот. Ну, в принципе, наверное, на этом может закончиться, если у вас, если у вас, если у вас, на самом деле, заниженная самостырка, да, вот, ну, на самом деле, это заниженная самостырка, и, если вы их боитесь сацана, вот, это очень многих женщин, ну, толкает как раз таки на то, чтобы встречаться с женатыми мужчинами, вот, то с этим нужно работать. Вам необходимо показать мужчине, что вы, ну, более, скажем так, самостоятельно. 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 Что вы можете не нуждаться в человеке, что вы можете, что вы можете обойтись с нового самостоятельно, что вы самостоятельно сами по себе. Вот. И тогда стация, ну, стация может изменить в лучшую сторону. Вот. А сейчас... Сейчас, к сожалению, нет. Сейчас, к сожалению, нет. Сейчас, к сожалению, стация будет так, чтобы выполнить зависть. И мужчин нет никакого смысла что-то менять для вас. Вот. Потому что ему удобно с вами он получает что-то одну, со своей женой получает что-то другое. И его таким образом всё устраивает совершенно. Да, это, безусловно, это эгоистично, очень эгоистично. Я не буду с вами спорить, но такова жизнь. Мужина, ну, может, наверное, поступать так, если он так поступает. Если ему позволяют так поступать, то вы позволяете это делать. Вы позволяете ему так поступать. Вот. И, ну, так вот, с ответственно. Вот. Вот. А, я не знаю, как это будет. Ну, как это будет. Стоит. Стоит. И, ну, на данный момент вы не можете отсекать коват. Принцип. Вот. То есть, на данный момент, а, ситуация выглядит так, что вы не способны без человека быть. Вообще. Ну, в первую очередь, наверное, с этим и нужно поработать. А, вот, это, вот, как раз, постараться, постараться понять, что же вам нужно от человека. Почему вы в нем нуждаетесь и нуждаетесь на столько сильно, что готовы терпеть, вот, то, что вы в его жизни нервно. Нервно. Ответ. Ну, это вот то, что я могу вам сказать сейчас. Подумайте, пожалуйста, об этом, обо всем о том, что я сказал, я надеюсь, что вам это будет полезно. Если вы не хотите изучить по всем треугольник карпана, вы находитесь сейчас в нем. Вот. А, дабы, вот, вам не, а, ну, не тратить, скажем так, свое время, да? на человека, который может быть не способен дать вам то, например, чего вы хотели бы, то, чего вы хотите, то есть, что вам не потому, что с вами что-то не так, например, а вот это, что я могу вам открыть, но на данный момент, я надеюсь, что помог вам, я вам желаю всего самого доброго, ссора, удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена вам самым лучшим образом, но не вытягивайте ее.